Добрый вечер в эфире Вести+. Каждую среду на 24 канале Югра на вопросы телезрителей отвечают первые лица города. Сегодня гость в студии председателя комиссии по связям с общественностью и средствами массовой информации городского собрания депутатов Александр Морозов. Добрый вечер, Александр Олегович. Добрый вечер. Я хочу еще напомнить телезрителям, что вы у нас еще и возглавляете объединение защиты прав потребителей. И вот и по долгу своей депутатской деятельности, и по долгу службы вам, наверное, больше всех депутатов приходится общаться с народом. Ну, по всей видимости, я считаю. Да, вот с какими проблемами сейчас обращаются чаще всего? У меня есть вопросы телезрителей. Вот все-таки чаще всего сейчас с какими проблемами обращаются? Ну, вопрос некачественного товара, безусловно, некачественно оказаны услуги. И вообще система защиты прав потребителей в двух словах подключается в том случае, если человек отдает заработанный рубль, а взамен получает некачественный товар, либо некачественную услугу, неправильно оцененную этим самым рублем. Тогда уже подключаемся мы, тогда уже вступает в силу законодательство о защите прав потребителей. И это может касаться не просто заурядной колбасы, булки хлеба или молока. Это и обувь, это и бытовая техника, это и услуги химчисток, это и связь, и коммунальное хозяйство. То есть, в двух словах, за все, за что мы платим с вами деньги. В последнее время магнитогорцы сталкиваются с такой проблемой. Многие магазины предлагают всевозможные кредиты. И чаще всего такие условия, завлекающие, скажем, без процентов и так далее. А в итоге получается, что, когда потом посчитают люди, получается, что переплачивают много. Вот в этом плане нарушение прав потребителей? Безусловно, Светлана, на мой взгляд, вы правы. Здесь есть как минимум нарушение двух статей закона о защите прав потребителей. Причем, что самое интересное, вот эти нарушения не только характерны для магнитогорского, они по всей стране, и по этому поводу был даже сюжет у ваших коллег на российском телевидении. То же самое происходит и в больших магазинах нашего города. Точно так же обманывают наших граждан, предлагая рекламные условия одни, а по факту, оказывается, другой человек переплачивает. Платит более, нежели он рассчитывал перед тем, как совершить покупку. С сожалению, мало эфирного времени, чтобы подробно объяснить нюансы всей этой ситуации. Я, Светлана, подготовлю обязательно информацию в газетах по этому поводу. Извините, вы вкратце просто скажите, что делать в таком случае, куда обращаться? Ну, в данном случае обращаться, конечно, нужно к нам. Что делать в данной ситуации? Внимательнее читать документы, которые вам, как покупателю, как потребителю, вручают вместе с предлагаемым товаром. То есть, прежде чем отдать деньги за телевизор, холодильник, какую-то машинку, вы внимательно ознакомьтесь с условиями, предлагаемыми вам. Закон о запрете распития спиртных напитков в общественных местах, я теперь уже, наверное, к вам как депутата обращаюсь, он должен был вступить в действие с 1 января, но его президент отклонил. С Совет Федерации. С Совет Федерации, да. Считаю, что необходимо еще его доработать. И, в частности, там есть такой пункт, чтобы запретить продажу пива в местах, где проходят спортивные мероприятия. Вот как вы считаете, и, кстати, мы пообщались на эту тему с магнитогорцами, многие считают, что это нарушение прав человека. Вот, на ваш взгляд. Я не вижу здесь никаких нарушений прав человека. Это нормальный, хороший закон. Дай бог, чтобы он был принят окончательно. Вступил в силу и работал, реализовывался на практике. Вот возьмите одну из самых демократичных стран мира, Соединенные Штаты Америки. Там давно существует запрет на распитие того же самого пива лицам моложе 21 года. Причем запрет на распитие пива в общественных местах. Ради бога, если это делается в закрытых помещениях, специально для этого предназначенных, например, в барах, ресторанах или кафе, ради бога. Но не нужно это делать публично, не нужно это делать в трамвае, в автобусе, сидя на лавочке в скверике или на трибунах стадиона. Вот многие из тех, кто задавали вопросы, возмущались, почему запрещают распивать и на спортивных мероприятиях. Ну, я считаю, что правильно, если запрет будет введен на распитие того же пива, сидя на трибунах стадиона. Это не место, что рядом видят дети. А как вы думаете, не меньше народу будет ходить на те же хоккейные матчи? Да нет, не меньше. Потом, ведь, знаете, в тех же спортивных сооружениях предусмотрены места для размещения каких-то локальных мест реализации того же пива. Это какие-то буфеты, закусочные. Если человек желает выпить пиво, зашел, закрыл за собой дверь и выпил. Вышел, сел на свое место смотреть спортивное мероприятие, он уже смотрит его без бутылки пива в руках, таким образом не отвлекая себя от спортивного состязания и не раздражая рядом сидящего человека. Это вполне нормально. Здесь нет никакого нарушения прав человека. Понятно. Александр Олегович, вот вам как депутату в прошлом году и вообще вот сейчас в последнее время, какие проблемы, прежде всего, приходилось решать? И сейчас, кстати, ситуация напряженная в связи с монетизацией льгот. Я знаю, что пенсионная реформа как-то не очень хорошо продвигается. Что в нашем городе делается, значит, еще? Ну, вы знаете, к сожалению, в последнее время мы живем в эпоху вот этих самых реформ. Не успевает завершиться одна, как начинается другая, вот черед новых и новых реформ. И мы порой забываем о той реформе, которая стартовала год или два назад. Вот, на мой взгляд, наиболее интересная и важная реформа для всей нашей страны, для Магнитногорцев в частности, это так называемая пенсионная реформа, которая идет уже третий год. Все дело в том, что мы в прошлый век, вторую половину 20-го века, жили при так называемой распределительной пенсионной системе, когда работающий человек через пенсионный фонд, через социальные выплаты в пенсионный фонд обеспечивал достойную старость пенсионерам. И это было нормально. И это нормально, если соотношение работающего числа граждан к тем, кто на заслуженном отдыхе, 5 к 1. Когда 4 работает 1 на заслуженном отдыхе, это тоже нормально. Но когда соотношение 3 к 1, уже критическая ситуация. И что самое интересное, 2 года назад у нас в России была статистика, в соответствии с которой на одного работающего, на одного пенсионера приходилось 1,4 работающих. Это очень архи-критическая ситуация. Более того, демографические предсказания, социологические исследования показывают, что через 10-15 лет ситуация в стране может еще ухудшиться. И соотношение может оказаться вообще один к одному. Извините, что перебиваю очень мало времени. Куда мы все-таки идем с этой пенсионной реформой? С этой пенсионной реформой, ее одна из главных целей побудить работодателя, руководителя предприятия в полном объеме выплачивать страховой износ в пенсионный фонд. Что они, к сожалению, не всегда правильно делают. Нарушая конституционные права будущих пенсионеров и тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. В Магнитогорске конкретные примеры. Тресс Магнитострой. Крупная организация является по 3-му году и по 4-му должником по выплатам в пенсионный фонд. Тресс Магнитогорск Транстрой. Аналогично. Завод Медмаш, фактически завод Банкрот, нарушает права своих работников. Я уже не говорю о многих и многих частных предпринимателях, которые работают на рынках и сфере обслуживания нашего города, которые в черную выплачивают зарплату своим наемным работникам. Таким образом, повторюсь, нарушают права их и нынешних пенсионеров. А вот все эти выплаты, которые должны начаться, индексации пенсии в этом году, двухэтапные, о чем говорил президент, 200, 220 рублей мы можем проиндексировать пенсии. Это ведь все зависит от наполняемости пенсионного фонда, зависит от того, в каком объеме предприятий и организации, в том числе и Магнитогорска, будут выплачивать страховые износы за своих работников в этот самый пенсионный фонд. Какова в этом роль городского собрания? Что делают депутаты? Ну, тут в большей степени, конечно, Государственная Дума. Тут в большей степени правительство. Именно правительство, проводник этой самой пенсионной реформы, оно должно обеспечивать в том числе информационное сопровождение. На мой взгляд, пенсионная реформа идет с перебоями. Есть положительные результаты, но вот эти перебои из-за того, что плохое информирование. Если говорить о городском собрании, то наша комиссия, мне кажется, достаточно плотно проработала в плане просвещения наших граждан, их правах и о сущности вообще этой пенсионной реформы. Хотя эта тема относительно сложная. А давайте ближе к городским проблемам. Все-таки, что делается депутатским корпусом и вообще в городе для того, чтобы права людей были защищены? Спасибо за вопрос. К сожалению, на территории юга Челябинской области единственная организация существует под названием Объединение защиты прав потребителей, которое бесплатно и профессионально до сегодняшнего дня защищает права и интересы граждан. К сожалению, реформирование системы защиты прав потребителей государственной дошло до такой степени, что ликвидировано Министерством понтемонопольной политики вместе с функциями защиты прав потребителей, а новая федеральная служба с красивым названием «Федеральная служба по защите прав потребителей и аж благополучию человека» еще не создана. И даже, по моим прогнозам, если она будет создана, фактически выпадает из поля ее ведения такие вопросы, как защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, защита прав граждан в сфере транспорта, связи, платных медицинских и образовательных услуг. Фактически все это ложится на наши плечи, но маховик, количество обращений и качество этих обращений достаточно сложные вопросы, настолько тяжелые для наших плеч, что я считаю, давно назрела пора разработать и принять городским собранием комплексную и целевую программу по защите прав потребителей, дабы бюджетными средствами и интеллектуальными ресурсами города защищать права и интересы граждан. А вот вам не кажется, что это какие-то просто общие слова? Вот поконкретнее можно? Что значит денежными и прочими средствами? Что это такое? Дело в том, что на сегодняшний день существует организация такая, как Санэпиднадзор, которая следит за санитарным благополучием населения. Ветеринарная служба, которая следит, аналогично работает несколько иной плоскости, и наша организация, которая защищает конкретно граждан, попавших в сложную конфликтную ситуацию. Вот на мой взгляд, задача исполнительной власти, задача законодательной власти нашего местного уровня, чтобы нашим горожанам жилось, а, безопасно, и, б, комфортно. Нужно обеспечить такие условия, чтобы, попросту говоря, столевар после рабочей смены приезжает домой, и дома у него возникает единственная конфликтная ситуация, когда жена ему плохо пожарила котлет. А во взаимоотношениях между бизнесом и гражданином, между взаимоотношениями между коммунальным хозяйством и гражданином, в сфере обслуживания гражданином вообще не должно быть никаких конфликтов. Но, если они возникают, они должны преодолеваться качественно и оперативно. На сегодняшний день вот качественного и оперативного преодоления конфликтных ситуаций во всех указанных мной сферах на сегодняшний момент нет. Спросите любого нашего горожанина, довольны ли они качеством жилищно-коммунального обслуживания. Ответ получите нет. Довольны ли они качеством бытового обслуживания? Нет. Вы меня в начале нашей беседы спрашивали по торговому обслуживанию. То же самое. Нарушение на каждом шагу. С этим нужно бороться. Вот комплексом нужно бороться не только одной организации, которая называется Объединение защиты прав потребителей, но и всей муниципальной власти. Еще у меня вопрос, наверное, заключительный к вам, Александр Олегович. Вот скажите, как вы считаете, какие эффективные программы в городе были приняты за последнее время? Самая последняя программа в декабре была принята городским собранием Кровля. Название говорит само за себя. На сегодняшний день наши крыши, наших жилых домов фактически латали дыры. Несовременные материалы, они долговечные. В течение пяти лет ближайших будет полная замена на современные материалы. И что самое интересное, будет наконец-таки прекращен несанкционированный доступ на наши крыши через чердачные помещения. Причем не методом замены маленького замка на большой амбарный, а методом внедрения специальных эффективных систем наблюдения за этим с переходом на специальный пункт, где сигнализируется, собирается вся информация о жуликах, которые могут проникнуть на крышу. Кстати, недавно по улице Куйбышева и Калинина опять-таки залезли на крыши какая-то шпана и срезал антенны телевизионные. Это было вчера, это есть сегодня. И чтобы этого не было завтра, в течение двух лет, как меня заверил один из руководителей жилищно-коммунального хозяйства города, в течение двух лет, пятого и шестого года, будет наведен полностью порядок во всех жилых домах Магнитогорска. А программа уже начала реализовываться или предстоит только? Выделено 162 миллиона рублей из городского бюджета на ее реализацию. Она уже начала реализовываться с начала этого года. Ну что ж, Александр Олегович, наше время в эфире, к сожалению, стекло. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам и ответили на наши вопросы. Я надеюсь, мы еще не однажды с вами встретимся. Каждую среду на 24-м канале Югра на вопросы телезрителей отвечают первые лица города. В следующую среду к нам в студию придет заместитель главы Магнитогорска Алексей Одинцов. Он курирует экономические вопросы. До следующей среды. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok